Коту взяли. Ну что, проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепри загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Сири! Пойди сюда! Тебя причитает спорядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? То тут, то там. И не диво, если ты одна по дорогам таскаешься. Теперь уже не одна. Теперь она в нашей компании. Ну вот именно. Ты в нашей компании. Пили мы вместе. Вепри вместе загнали. А так и не знаем, откуда ты взялась. Женщина, а одета по-мужски с мечом на спине. Кто-то на самом деле наемница? Скажем, я занимаюсь своими делами. А если есть оказия подзаработать, не отказываюсь. А я всегда говорил, что в наши времена девка должна уметь за себя постоять. Ладно, ладно. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха. А давай. Ай, на что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А-а-а, хреново дело. Что это ты в лице переменился? Баба испугался? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого, хотел бы я на это посмотреть. И я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Светает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням. Давай, Шири, удиви нас. Что, тобылу понравилось? У меня когда-то такая была. Давай. Не сдавайся, девка. Не сдавайся, девка. Давай, давай. Черт, на волосок. Все видели? А, я еще из ума-то не выжил. Поздравляю. А поздравлять нечего. Лучше попрощайся со своим мечом. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову. Лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним, да, другим, нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... Ого, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Телевенчане всюду мерещатся. Чары, ведьмы, дьяволы. И херов знает, что еще. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. Но надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вронец и просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с Нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? А? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? Да, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерия нет, а значит, и предавать нечего. Здешний Нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Мы перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что я вжобе дырка. Продолжение следует... Прощай.